Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» информационно-аналитическая программа «Время говорить» в студии Леся Харлина. И вот главная тема сегодняшнего дня. Крестный ход. В четырех храмах города совершались божественные литургии архиерейским чином. Политическая и финансовая элита мира на одной площадке в Санкт-Петербурге состоялся международный экономический форум. Проводники традиции иностранные студенты Рязанского медицинского университета получили свои дипломы. Особенным сегодняшнее утро было для верующих. В четырех храмах города совершались божественные литургии архиерейским чином. Началось богослужение в Кафедральном Успенском соборе Рязанского Кремля. Возглавил литургию митрополит Рязанский Михайловский Вениамин. Подробнее в сюжете Алены Куколевой. Собор Рязанских святых – праздник Русской Православной Церкви, установленный в память о православных подвижниках Рязанской земли. История Рязани бережно хранит сведения о том, что в этот день в 1609 году были обретены нетленные мощи первого епископа Переславли Рязанского, святителя Василия, и перенесены в Рязанский Кремль. Обретение мощей положило начало торжественному православлению Василия Рязанского. Сегодня сотни верующих собрались на божественную литургию в Успенском соборе Рязанского Кремля. Желающих почти святыню было так много, что храм всех вместить не смог. Люди молились на улице. После литургии традиционный крестный ход проследовал до стен Борисоглебского храма. Именно здесь были обретены мощи. Затем шествие вернулось в Кремль, где праздник завершился торжественным молебном на площади Успенского собора. Сегодня состоялось очередное заседание правительства Рязанской области. В центре внимания снова оказались вопросы, связанные с тарифами жилищно-коммунального хозяйства. Я напоминаю, что с 1 июля в соответствии с этими решениями люди будут получать компенсацию за превышение тарифов выше уровня 8,9%. То есть не 13,2%, а 8,9%. Это нагрузка на бюджет. Это сложно, потому что мы должны изыскать деньги в бюджете, мы должны это людям компенсировать за счет средств областного бюджета. Но это сегодня необходимо, потому что уровень доходов в течение вот этих месяцев, он не растет, реальных доходов населения. И, естественно, такое повышение тарифов, оно понизило бы жизненный уровень наших граждан. Политическая и финансовая элита мира на одной площадке. Петербургский международный экономический форум вновь на три дня стал главной темой новостей страны. Туда едут подискутировать, но главное найти новые возможности для развития бизнеса и международной торговли. Чтобы занять комнаты для переговоров, выстраивались очереди. От Рязанской области участие в форуме приняли губернатор Олег Ковалев, первый заместитель председателя правительства Дмитрий Андреев и министр экономического развития Светлана Горячкина. В этом году в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге приняли участие около 10 тысяч человек из 120 стран. Главными темами обсуждения стали энергетика, инфраструктура и малый бизнес. Было подписано более 200 соглашений, меморандумов, контрактов, рамочных протоколов о сотрудничестве, заявлений о намерениях. С Рязанской областью также заключено два соглашения. Это подписание трехстороннего соглашения о единых подходах и стандартах в различных сферах деятельности с нашими соседями, Тульской и Калужской областями, а также соглашения со Сбербанком. Подписанные документы являются рамочными, то есть определяющими направление сотрудничества и взаимодействия в целом. Подводя итоги, губернатор Олег Ковалев отметил, что на форуме был определен вектор дальнейшего социально-экономического развития страны и регионов. Обмен опытом, выслушивание других регионов, передовых регионов, продвинутых в этом направлении и корректировка потом своей работы – это важнейший элемент. Поэтому на таких форумах как раз ведутся эти дискуссии и очень важно принимать в них участие, слушать и потом это все реализовывать в конкретных каких-то решениях. Для меня это важнейшим является итогом этого форума. В рамках деловой программы делегации Рязанской области также состоялась встреча с министром строительства и ЖКХ России Михаилом Менем и руководством компании «Гардиан». Речь шла о необходимости ужесточать требования к теплозащите зданий и в частности к качеству стекла, который используется при строительстве. Это помогло бы «Гардиан» стать более конкурентноспособной, что в свою очередь выгодно и региону, так как сейчас руководство компании рассматривает возможность инвестировать в рязанское производство еще порядка 20 миллионов евро. Окончание школы, определяющий этап будущего, именно от выпускников зависит конкурентноспособность страны на мировом рынке. Недаром у нас тех, кто заканчивает школу с хорошими оценками и перспективными планами, называют золотым наследием Рязани. Ежегодно педагогические коллективы школ, гимназии, лицеев города награждаются благодарностями администрации Рязани за высокие результаты труда и профессиональное мастерство. Марина Комиссарова пообщалась с будущими студентами. В этом году из рязанских школ выпустились 2374 учащихся. А в зале администрации сегодня собрались 40 человек, которые показали высокие результаты в интеллектуальной, творческой, спортивной и общественной деятельности. Потому что администрация ценит достижения выпускников, участие во всероссийских конкурсах, отличную учебу. Я рада, что меня тоже отметили. Ну, я благодарна, конечно, за это. Диплом первой степени у меня есть, и высшая награда – это серебряный крест. А номинация какая была? У меня было несколько номинаций. Я участвовала в разных секциях – краеведение, лингвистика, литература и ведение. Фёдор Куликов, выпускник пятой гимназии, уже знает, в каком вузе будет учиться. Он стал победителем телевикторины «Умники и умницы», что даёт ему право обучаться в ГИМО. Осталось только дождаться результатов профильного экзамена ЕГЭ по истории. На протяжении всего десятого класса я писал в редакцию программы письма. Я написал около 20 писем, прислал свои сочинения. И меня пригласили участвовать. Ну, я хочу связать свою судьбу с работой на государстве, то есть я хочу послужить России. Ну, поэтому, наверное, я и выбрал такую профессию. Я хочу стать дипломатом. Фёдор в беседе со мной отметил вклад двух своих учителей истории в его победу. О таланте выпускника нам рассказал директор пятой гимназии Олег Викторович Бутрин. Федя – это ребёнок, который действительно гордость. В гимназии, повторюсь, ну куда деваться. Мы тоже всем коллективом на протяжении многих месяцев следили за его выступлениями в этой викторине, благодаря которой он теперь фактически уже является студентом ГИМО. Это мальчик, который практически с первого класса очень хорошо учился, подрос, стал участником многих олимпиад и городских, и областных, и не только участвовал в них, но и становился призёром. Это и русский язык, это и история, и общество знания, и многие другие. Ребята – это всегда гордость школы, особенно те, которые в сегодняшних условиях умудряются учиться так, чтобы получить золотую медаль. Причём для нас особенно ценно то, что все эти пять ребят не только получают, назовём её так, министерскую золотую медаль за особые успехи в учении, но это те ребята, которые на протяжении 10-11 класса имеют только пятёрки по всем предметам, которые ими изучались, и, соответственно, все они претендуют и на награждение знаком губернатора Рязанской области за особые успехи в учении. Благодарственными письмами Рязанской городской думы наградят также родители и выпускников. Благодарности от городской администрации получат и педагогические коллективы школ. Рязанский медицинский институт с 1992 года ведёт подготовку специалистов из числа иностранных граждан для лечебных и научных учреждений стран Азии, Африки, Европы и СНГ. За это время выпускниками университета стали сотни иностранных граждан. Как отметил президент России, именно такие будущие кадры являются проводниками русского языка и традиций российской культуры в своих странах. Алена Куколева поздравила молодых специалистов с получением долгожданных дипломов. 23 июня в Театре драмы состоялся торжественный вечер, посвящённый выпуску врачей и провизоров факультета по обучению иностранных студентов Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова. В этом году дипломы об окончании вуза получили 140 юношей и девушек более чем из 40 стран мира. Я поеду в Марокко обратно к стране, буду радовать родителей, им помогать, присоединяться к ним и с ними поработать. Под звуки торжественной музыки в зал Театра драмы вошли выпускники в шапочках-конфедератках и мантиях, окончившие личфак в красных, фармак в зелёных и стоматологические факультеты в белых. С приветственным словом к ним обратился ректор Рязгему Роман Калинин. Наверное, может быть, у кого-то маленькая, у кого-то большая мечта получить профессию врача, стоматолога, провизора сбудется. Сегодня очень большой, великий для нас день, для вас. Нам всегда и радостно, и грустно отпускать вас из университета, выдавая диплом, выдавая, по сути, билет в возрослую жизнь, в профессию. Поздравить выпускников собрались преподаватели, друзья и студенты младших курсов, родные и близкие. К Марте на выпускной приехали родители. Её отец также учился в России. И теперь гордится, что дочь пошла по его стопам. Я из Намибии. Я буду терапевт. Сейчас терапевт, но потом, я думаю, я буду гинекологом. Выбрали Россию, особенно в Брязани, потому что мы знаем, что в России качественная и действительная учеба, система учебы. Слова клятвы Гиппократа, пожалуй, самый ответственный момент в жизни любого врача. И в этот важный день Роман Калинин подчеркнул, что университет не расстается со своими выпускниками. Впереди их ждет обучение в интернатуре, ординатуре и получение сертификата специалиста. Очень важный день для ребят. Они получают дипломы. И, по сути, воплощается их мечта – получить профессию врача, закончить наш университет. Для нас это праздник, потому что мы даем право работы, мы даем диплом. В большом количестве ребят из разных совершенно стран. Это подтверждение высокого статуса университета. В настоящее время на иностранном факультете РАСГМУ обучается около тысячи студентов из 57 государств. Благодаря чему ВУЗ можно назвать Интернациональным медицинским университетом России. В древности огонь считался гневом Божьим. В современном же мире все куда банальнее. Человеческая халатность, а то и злой умысел приводят к потере имущества и страшной гибели людей. Профессии пожарного и спасателя – одни из самых сложных в мире. Можно научиться лазить по выдвижной лестнице, пользоваться противогазом, двигаться в густом дыму, бегать, прыгать, поднимать тяжести. Но самое трудное – это каждое мгновение быть готовым рисковать своей жизнью, чтобы спасти чью-то другую. О последних сводках МЧС расскажет Дарья Смирнова. Каждые пять секунд на земном шаре возникает пожар. Каждый час в огне погибает один человек. В Рязанском Октябрьском городке в прошлую пятницу превысили эту страшную статистику. В жилом доме номер 34 на пожаре погибло сразу два человека. Трех рязанцев, в том числе и ребенка, удалось вывезти из горящей квартиры. Примечательно, что ровно пять месяцев назад в Октябрьском районе также произошел стильный пожар в жилом доме. Тогда в огне погибла хозяйка загоревшейся квартиры. Число 19 можно назвать роковым для жителей этой части Рязани. Но когда речь идет об огне, стоит обращать внимание не на приметы, а на правила пожарной безопасности. Напоминаем, что о возникновении пожара необходимо срочно сообщать по телефону 112. При этом четко называя адрес, где обнаружено возгорание. Как ни странно, но угон велосипеда во многих странах мира входит в число самых распространенных преступлений против собственности. Страдают атаки грабителей и в благополучных европейских странах, где очень спокойная криминальная обстановка. Попытайтесь представить себе другое ценное имущество, к которому относятся настолько же пренебрежительно. И очень скоро вы поймете, что такого нет. Воры, по сути, жертвы соблазна. Мы сами отдаем им свои велосипеды. Получается, что единственная по-настоящему надежная защита от воров – это отсутствие имущества. Если вы пока не готовы раздать добро и уйти с котомкой в горизонт, то сюжет Алены Куколевой как раз для вас. С каждым годом в городе велосипедистов становится все больше, хотя, казалось бы, все складывается против них – отсутствие велодорожек. И лишь немногие автомобилисты спокойно относятся к велосипедам на проезжей части. Специальных парковок, особенно в центре города, недостаточно, а те, что есть, приспособлены далеко не для всех велосипедов. К этим проблемам прибавляется еще и сезонный рост краж. С апреля их похищено уже 25, ведь это самый легко угоняемый вид транспорта. В текущем году количество краж велосипедов увеличилось в 3,5 раза. Основными лицами кража велосипеда являются лица, ведущие антиобщественный образ жизни, то есть либо бомжи, алкоголики, либо лица подросткового возраста, которые селят хулиганских побуждений, либо с целью завладеть велосипедом и просто на них покататься. Кирилл Устинов передвигается в городе теперь как пешеход. Купленный велосипед продержался лишь 3 недели. Приобретение заветного двухколесного друга было голубой мечтой молодого человека, и на протяжении нескольких лет он копил на него немаленькую сумму. Велосипед Кирилла стоил 27 тысяч рублей, и во время кражи он был пристегнут замком. Так получилось, что велосипед у меня стоял в тамбуре, это перед квартирой, прямо помещение, вот, и за железной дверью. Пришли ночью, открыли дверь, выкатили велосипед, и все, и он пропал. Подъезд – это не квартира, ведь увезти железного друга могут и из парадной. И оставляя свое средство передвижения у кафе или магазина, когда вы уходите, казалось бы, ненадолго, за ним следует внимательно наблюдать. Ведь угонщик двухколесного транспорта может скрыться с места преступления на самом велосипеде. Соответственно, также возникает это из-за того, что граждане предпринимают мер сохранности своего имущества. А именно, оставляют на длительное время велосипед без присмотра, не используя специальных замков для крепления, либо к парапетам, либо к перилам. Также ненадлежащим образом организована работа в школьных образовательных учреждениях. Также родители плохо разъясняют своим детям порядок обращения с их имуществом, не объясняют то, что не надо давать посторонним лицам кататься на велосипеде, либо каких-нибудь знакомых тоже детям не стоит передавать. Конечно же, самый удобный способ защитить велосипед от кражи – никогда с ним не расставаться. Павел в летнее время добирается до работы на велосипеде, разбирается в замках и знает, какой подходит именно его велосипеду. Я когда приезжаю на работу, я велосипед пристегиваю к одной из таких опор. У меня есть специальный замок тросовый. Он один из самых распространенных, он недорогой, удобный. У меня мой замок, он достаточно длинный, трос у него, поэтому я могу зацепить и раму, и колесо, потому что бывают такие случаи, когда, ну, если не позволяет длина замка, обычно велосипедисты раму прицепляют, а потом выходят, смотрят, а велосипед без колес. Вот, одна рама торчит. Вот, поэтому гораздо безопаснее прицеплять вот все, что можно, все и прицеплять. А если вам все же не повезло и ваш велосипед угнали, то сразу сообщайте об этом сотрудникам полиции. Для удобства поиска у вас должен храниться номер велосипеда и все документы от покупки. На сегодня это все главные новости. Если вы что-то пропустили, смотрите нас на сайте город62.тв. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин